Доброго времени суток, дамы и господа! Имею честь предложить вашему вниманию сцентиляционный поисковый радиометр SRP88 серийный номер прибора 1210, год выпуска 1991 В комплекте поставки идет непосредственно сам радиометр SRP88 который вы видите на ваших экранах а также деревянный ящик для транспортировки прибора К сожалению, оригинальной заводской бумажной документации для данного прибора нет, но есть документация в электронном виде Что это значит? Это значит, что я могу по вашему запросу выслать вам на почту отсканированную и сохраненную в формате PDF полный комплект документов для SRP88 распечатав которые у себя локально, вы и внеся серийный номер и год выпуска прибора вы получаете полнофункциональную копию документов, которая как показывает практика, вполне применима для прохождения по ВЕРКИ на территории Украины, Российской Федерации Республики Беларусь, Республики Казахстан и ряда других стран, а также для юридических лиц данная копия документов позволяет ставить прибор на баланс вот что касается документации теперь переходим к тесту работоспособности данного устройства включаем прибор как вы видите по отклонению стрелки вспомогательного табло питание несколько подуставшие батарейки вот, а жидкокристаллическое табло сразу же переходит в режим измерения перейдем теперь в режим измерений хотя питание здесь можно и заменить батареей но еще они достаточны для того, чтобы провести тест работоспособности данного устройства итак, первое измерение 31 импульс попрошу обратить ваше внимание сейчас я вам покажу что стрелка на вспомогательном микроамперметре абсолютно полностью коррелирует с показаниями основного жидкокристаллического табло 31 импульс это второе показание ну и дождемся третьего показания так, третье показание 28 импульсов вот по таким вот трем значениям вы можете сделать вывод о радиационном фоне в месте проведения съемки поскольку при проведении данных измерений в блок детектирования источники ионизирующих излучений не были уткнуты ну давайте еще раз 27 импульсов в секунду значит, теперь переведем радиометр в режим 2 режим 2 это 20% порог от диапазона диапазон у нас сейчас выставлен 0,1 поскольку от 0,1 20% это будет 20 импульсов соответственно будет срабатывать звуковая сигнализация как вы слышите 20% порог превышен теперь если я переведу радиометр в режим 4 то есть 40% порог от диапазона 0,1 соответственно 40 импульсов то этот порог мы не превышаем в данном случае вы звуковой сигнализации не слышите но как проверить этот режим возьмем источник ионизирующего излучения например, я в качестве источника использую компас Адрианова и поднеся к прибору мы превысим 40% порог как вы видите, сигнализация срабатывает убрав источник от радиометра на достаточное расстояние показания стрелки будут обратно возвращаться к фономам в порядка 30 импульсов и соответственно звуковая сигнализация срабатывать не будет абсолютно аналогичное состояние прибора будет в режиме 8 вот сейчас в режиме 8 звуковая сигнализация не срабатывает как вы слышите поскольку радиационный фон составляет порядка 30-32 импульсов но поднеся к блоку детектирования источник я добиваюсь того, что я увеличиваю радиационный фон и будет соответственно срабатывать сигнализация таким образом мы протестировали сигнализацию во всех его режимах но абсолютно аналогии в режиме 0 возвращаемся в режим измерения наш основной режим и произведем теперь тест работоспособности прибора на источнике ионизирующего излучения в качестве источника ионизирующего излучения как я говорил ранее выступает компас Адрианова сейчас фоновые значения порядка 30 импульсов но при поднесении источника вы видите, что радиометр по стрелочке абсолютно отлично срабатывает даже с некоторого расстояния то есть, я приближаю источник к блоку детектирования стрелка увеличивает показания удаляю, соответственно, показания будут падать к фону если я установлю источник на блоке детектирования то я могу измерить активность данного источника как вы видите, она достаточно велика убрав источник от блока детектирования мы увидим, что стрелка мгновенно возвращается к фоновым значениям но цифровые показания нужно дождаться цикла измерения таким образом мы проверили работоспособность прибора как на фоновых значениях так и на источнике ионизирующего излучения посмотрели срабатывание звуковой сигнализации в режимах 2, 4, 8 теперь выключаем прибор и перейдем к осмотру внешнего вида прибора итак, внешний вид прибора как вы видите, лакокрасочное покрытие имеет имеет некоторые повреждения вот, например, здесь локальное повреждение в результате потертости есть на грани локальное повреждение лакокрасочного покрытия в результате потертости что свидетельствует о том, что прибор эксплуатировался прибором пользовались вот здесь вот есть отсутствие лакокрасочного покрытия внизу, вот здесь вот в результате потертости. Вот. Вид со стороны крепления блока детектирования. Здесь лакокрасочное покрытие везде присутствует. Вид со стороны батарейного отсека. Вид со стороны передней панели. Ручки переключения под диапазонов и режимов абсолютно в идеальном состоянии, то есть они не треснуты, иным каким-то образом не повреждены. Ну и лицевая панель. Видны следы эксплуатации и загрязнения. Оттерев ее, я думаю, можно добиться более приятного вида. Теперь по шнуру пройдемся. Шнур не перегнут, не перебит, не растянут. В абсолютно идеальном состоянии. И по шнуру мы приходим к блоку детектирования. Блок детектирования есть заглушка. Как ни странно, ее не потеряли, несмотря на то, что прибором эксплуатировались. И блок детектирования имеет вот такой механизм, вывернутый в другую сторону фиксации гильзы. То есть мы ослабляем язычок, тогда мы можем выдвинуть на произвольное расстояние и фиксируем ее не движением язычка назад, а движением язычка вперед. Вот оно зафиксировано достаточно жестко. Сама гильза блока детектирования в достаточно хорошем состоянии. Имеется резиновый колпак. Вот такой вот радиометр SRP-88 по просьбе товарища из товарища товарища Романа, не помню, из города Икс назовем. Сейчас я сниму и покажу, что здесь есть все необходимые резиновые прокладки и уплотнители. Потому что Роман задавал мне вопрос по поводу этих прокладок. Вот сейчас я и демонстрирую. Прокладка номер один на колпаке и прокладка, которая предотвращает выпадание или же... Короче, необходимо для того, чтобы кристалл не повреждался о сам металлический корпус блока детектирования. Все прокладки есть, никаких изолент или еще чего прочего, о чем спрашивал Роман, здесь нету. Все заводское. Вот такой вот радиометр SRP88.